В эфире ночные новости ТВК в студии Виктория Лопатайзе. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Сроки ремонта проспекта Мира и Стеклина улица не готова. Какое оправдание найдут в этот раз? Анфиса Чехова заявилась в президенты. Что происходит и есть ли вам за кого голосовать? Обсудим в эфире. Новый мэр управляет по-новому. Еремин решил в мессенджерах раздавать указания подчиненным. На правом берегу нечем дышать. Об этом нам сообщают телезрители. По данным портала красноярскнебо.ру, на юности Павлова зафиксировано превышение концентрации мелкой пыли в воздухе. Согласно данным приборов, на юности этот показатель за день вырос в 4 раза. Приборы оценивают ситуацию как сильное загрязнение. Также проблемы зафиксированы на Свердловской. Среднее загрязнение. Хотя уровень концентрации пыли за день там увеличился в 5 раз. Небольшое загрязнение зафиксировано на Комсомольском и Ады Лебедевой. Чистым воздух оказался только в районе Копылова. Хочу поставить России прививку добра. С этого лозунга, возможно, начнется политическая карьера ведущей Анфисы Чеховой. Она заявила, что будет баллотироваться на пост президента страны. К такому решению ее подтолкнули общественники, которые называют себя партией Добрых дел. В своем инстаграм-аккаунте светская львица опубликовала их обращение. Обращаюсь к вам от имени возглавляемой мной общероссийской политической партией Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров. Мы были бы счастливы выдвинуть вас кандидатом в президенты России от нашей партии. По нашим предварительным прогнозам за вас проголосует от 20 до 30 процентов избирателей. В подписи к фото телеведущая отметила, что ей тяжело было бы справиться с такой цитата большой и своенравной страной. Однако пообещала стать кандидатом от партии при одном условии. И поскольку руководитель партии Добрых дел уверяет меня, что я могу собрать как минимум 20 процентов голосов избирателей, я хочу на своей платформе в инстаграм проверить, так ли это. 20 процентов от миллиона это 200 тысяч. Так вот, если этот пост наберет 200 тысяч ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в президенты от партии Добрых дел. К слову, за сутки этот пост набрал почти 30 тысяч лайков. Напомню ранее, о желании участвовать в предвыборной гонке заявили две телеведущие Екатерина Гордон и Ксения Собчак. И как прямо сейчас сообщают в СМИ, 13 ноября может стать известен еще один кандидат на пост президента Российской Федерации. На этот день ориентировочно намечен съезд партии «Женский диалог», где могут выдвинуть кандидатуру ее председателя Елены Семеряковой для участия в выборах. Ну что ж, а как вы воспринимаете эти кандидатуры? Эту тему обсудим в эфире. Собчак, Чехова, Гордон являются ли они кандидатами, за которых вы готовы отдать голос? И чтобы стало основанием для этого личность, программа, реформы, пишите сообщения на СМС-сервис 9020, оставляйте комментарии в этой теме ВКонтакте, а также высказывайте мнение в Вайбере и Ватсап номер 8923-165-45-00. И к другим темам осталось благоустроить и установить опоры освещения. Сегодня завершился ремонт проспекта Мира. Но это официально, по контракту. На деле пешеходы продолжают обходить разрытую брусчатку и глубокие колодцы, подготовленные для новых световых опор. Готовность главной городской магистрали сегодня смотрела Виктория Столярова. А почему не такая же брусчатка, не знаете? Человек даже не поворачивает лицо. Неловко ему. Будет практически европейский квартал, говорили они, а не хаотично запаркованный район, говорили они. Центральная улица с большой тротуарной плиткой и пешеходной зоной для безбарьерной среды в том числе. Так видели проектировщики будущий проспект Мира. Сегодня, когда все сроки официальные и сорванные завершены, красноярцы сравнивают свои ожидания и реальность. В их числе известный журналист и общественный деятель Владимир Перепотин. Ну мы видим, по крайней мере, что Мира на всем своем протяжении открылась. Мне кажется, это серьезная победа для миллионного города, потому что все лето, вы помните, перекрывали то там, то там, то там. Никто не знает, куда, как ехать. Слава Богу. Хотя вот, например, я уж не знаю, я не мастер правил безопасности, но мне кажется, это вполне опасно, когда на тротуаре вот человек идет и там высокой по грудь яма. Эта яма и немного поменьше на всем протяжении мира. Судя по торчащим проводам, отверстия предполагаются для новых аккуратных опор освещения. По проекту на Мира паутину проводов должны были убрать под землю, но обещанные фонарные столбы до сих пор не начали монтировать. Власти и подрядчики уже не одну неделю отчитываются. Работы готовы более чем на 90 процентов, но новая брусчатка уже пошла волнами. Я женщина, и то бы, мне кажется, я бы эту плитку уложила лучше, чем мужчина. Это же просто ужас какой-то. У них или глазомера нет, начнут отсюда, закончат на конус. Песочком подсыпали. Кто проверяет вообще их? Это, конечно, ужасно. То, что сделали, это деньги на ветер. Мне очень жаль, что деньги из нашего кармана, из нашего российского кармана ушли непонятно куда. Пенсионеры уже замучились вот через эти канавки переходить. Вообще улица, извините за вооружение, говно. Вот эти вот плиточки очень скриво лежат, везде причем, не только по Мира и по Гарламарксу. Везде криво. Убиться можно только так. Будет удобно всем, обещали власти, пешеходам и водителям. На деле узкая проезжая часть, отсутствие подъезда для автобусов и закрытые парковочные карманы. Я не понимаю, зачем закрыли, да, вот эти парковочные места, для чего это сделано. То есть, вроде как должно быть для удобства людей, а получается дискомфорт. Неудобно, вот, да, и все, нету карманов, но и так много всяких, а встать, ну, вообще негде. Ну и апогеем всей реконструкции проспекта Мира можно назвать вот эту тактильную плитку на улице Каратаново. То ли подрядчик подумал, что по проекту так заложено, то ли просто решил не заморачиваться, но между тактильной плиткой и брусчаткой зияют вот такие огромные дыры. И, судя по всему, это так и останется, поскольку рабочих на месте нет. Тяжело будет пройти всем пешеходам, не говоря уж о незрячих красноярцах, для которых эта тактильная плитка и предназначена. Более 180 миллионов рублей, потраченных властями на проспект Мира, по всей видимости, не хватило подрядчикам, чтобы главную городскую магистраль превратить в удобную и красивую улицу. Уже завтра работы будут оценивать чиновники, но известно, что компанию «Спецпромпроект», которая с июля латала проспект Мира, за некачественные работы оштрафуют на 44 миллиона рублей. Виктория Столярова, Михаил Зинкевич, Новости ТВК. Сезон дорожного ремонта завершенный, но не выполненный до конца, обсуждали в программе «После новостей». Вот как замруководитель Ауди подреагировал на главную претензию. Вот вы сейчас приедете после эфира домой, да, придете к жене, и она вам будет рассказывать. Но вообще я должна была тебе к приезду с работы сделать борщ. Вот картошка у меня сварена на 80%, капуста на 90%, мясо на 20%, а к 1 декабря привезут тарелку, с которой ты будешь есть. Это же так невозможно жить. Ну, вы знаете, наверное, каждый из нас приходит домой, и супруг говорит, подожди немножко, ужин еще не готов. Здесь тоже самое. А, так вот кто виноват в том, что у нас мир не закончен. Ну, если хотите, если хотите, так, да, конечно, все жены виноваты. Нет, значит, в любом случае, в любом случае, мы как служба заказчиков, начиная с завтрашнего дня, начиная с первого числа, ну, а завтра же получается, то есть начиная с завтрашнего дня, наши юристы начинают претензионную работу в плане просрочки сроков проведения работ по капитальному ремонту проспекта Мира, поскольку 31 число, как вы правильно сказали, оно сегодня закончилось, все, завтра, извините, ребята, уже будет, значит, претензионная работа. А там, извините, штрафы немалые. Вот. Это то, что касается подрядчиков и то, что касается по срыву сроков производства работ. Но, тем не менее, тем не менее, мы воспользуем своим правом, мы в любом случае доведем ремонт, капитальный ремонт проспекта Мира до логического завершения, чтобы нам этого не стоило. Главный градостроитель Красноярска Михаил Зуевский ушел в отставку. Сегодня мэр города подписал соответствующее распоряжение. В нем значится, что руководитель департамента градостроительства уволился по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначена Галина Голубь, она была заместителем Зуевского. Напомню, уже бывший руководитель департамента градостроительства пришел в мэрию вскоре после избрания Акбулатова. В марте 2014 года возглавил департамент, получив параллельно должность вице-мэра. Зуевского активно критиковали, например, за проектирование новой дороги от 4-го моста в Академгородок. Это стоило более 21 миллиона рублей. Деньги отдали компании-проектировщику, ее возглавлял сын чиновника Максим Зуевский. А после объявили, дорогу строить не будут, поскольку проект был достаточно плохо выполнен и достаточно сложен в реализации. Еще один скандал с Зуевским связан с капремонтом проспекта Мира. Проектировщик указал участок Ливневки 150 метров, которого на самом деле не было. Это одна из причин, по которой ремонт проспекта затянулся и стал значительно дороже. А делала этот проект компания НТЦ «Красгибс», с которой также связан Максим Зуевский. Указания от мэра онлайн Сергей Еремин на сегодняшней сессии городского совета поделился своим подходом к коммуникации с подчиненными. Чтобы сделать общение с руководителями администрации районов более удобным, Еремин ведет переговоры с ними через мессенджеры. Я там напрямую с главами, сейчас они активно очень подключаются к интернет-системам, с телефонов, чтобы у нас была там группа созданная. Здесь контакт с ними такой прямо онлайн, мы всегда на связи. Я езжу где-то замечания, сразу выложил, они это чувствуют, обратную реакцию получаем. Напомню, накануне в фейсбуке появилась страница от имени главы города, в аккаунте размещают красноярские новости. Сегодня Еремин подчеркнул, к этой странице он не имеет никакого отношения и не знает, кто ее ведет. Регистрироваться в соцсетях он по-прежнему не намерен. И прямо сейчас к вашим сообщениям мы сегодня, напомню, обсуждаем кандидатур на президентские выборы. И вот что пишут люди. За Чехову она проложит грудью дорогу светлое в будущее страны. Куда мы катимся? Выборы к 2020 году будут ВКонтакте проводить. Вся эта клоунада, Собчак, Гордон и прочими отвлекает внимание от настоящего кандидата, который работает, встречается с людьми по всей России, открыл уже сеть штабов и испытывает прессинг со стороны властей. От чего-то важного нас отвлекает? Может очередную аферу мутят типа приватизации? Иначе объяснить клоунаду эту не могу. Присоединяйтесь к обсуждению, ну а сразу после рекламы с экспертом поговорим, что это все значит. Все эти кандидаты в президенты. Не переключайтесь. Это ночные новости ТВК. Мы продолжаем и выдвижение кандидатов на президентские выборы. Обсуждаем мы сегодня. Анфиса Чехова заявила о своем возможном участии. И кажется, такого еще не было, когда телеведущие Гордон, Чехова, Собчак массово стали выдвигаться на выборы. Почему это происходит, обсудим вместе с гостем в студии Сергей Толмачев, политтехнолог. Доброй ночи. Доброй ночи. Мне это все напоминает ситуацию с выборами в мэры Красноярска, когда заявлялись все, кому не попадя. Это какой-то новый тренд? Да. В этом нет ничего удивительного, с моей точки зрения, в том, что выдвигается большое количество телеведущих. Вот вы если посмотрите, у нас сейчас депутаты законодательного собрания в Красноярском крае, сплошные телеведущие. Ну так вот, если посмотреть, там как бы телеведущих очень много. Клешко, Зайцев, Глесков, Пензин. Все телеведущие, вообще-то, честно говоря. Или когда-то работали с журналистами. В этом смысле то, что журналист там активно имеет свою позицию и хочет куда-то выдвинуться, в этом нет, с моей точки зрения, ничего плохого. Опять же, я думаю, что телеведущие типа Анфисы Чеховой, кто там еще завелся? Екатерина Гордон. Они посмотрели, что Собчак выдвигается, они решили, что они ничем не хуже. Ну, у кого-то даже, может быть, какие-то параметры лучше. И, соответственно, решили тоже выдвинуть свою кандидатуру в президенты. У нас же любой гражданин имеет возможность выдвинуться в президенты. Безусловно. И для этого он должен собрать 300 тысяч подписей. Это достаточно маленький барьер. Раньше было 2 миллиона подписей на прошлых выборах. Это был барьер побольше. То есть 300 тысяч, я думаю, многие люди, есть еще большое количество, просто вы, наверное, не следите, я как политтехнолог, как политолог, постоянно за этим слежу. Есть большое количество людей, скажем так, маленьких кандидатов в президенты. Вот есть большие, основной претендент Владимир Владимирович Путин, или тот, кого он решит назначить своим преемником. Есть лидеры крупных партий Жириновский и Зюганов. Есть маленькие кандидаты. Их на самом деле не трое телеведущих, их десятки. И даже, я думаю, человек 20-30 есть, которые так или иначе объявили о том, что они пойдут в президенты. Вот есть у меня такой знакомый Анатолий Баташов от «Зеленых». Он собрался идти в президенты, давно ведет свою избирательную кампанию в своих соцсетях. Есть такой известный секс-гуру Алекс Лесли. Он тоже заявил о том, что он пойдет в президенты и тоже ведет кампанию. И они, кстати, сделали намного раньше, чем Ксения Анатольевна. Это что, как-то можно дать характеристику этому обществу, в котором происходит такое активное внимание? Потому что я на своей памяти не помню, чтобы так активно люди различные выдвигались. С моей точки зрения это хорошо. Люди, значит, чувствуют все силы, по крайней мере, если не стать президентом и управлять такой огромной стороной, как Россия, по крайней мере, поучаствовать в избирательной гонке даже на этапе. То есть они же сейчас не кандидаты в президенты, а, так скажем, кандидаты в кандидаты. Кто из них останется кандидатом, то есть попадет в бюллетень до самого конца, это большой вопрос, этот вопрос открытый. Будет там Ксения Анатольевна? Не будет. Мы видим, что уже Ситников от нее ушел, достаточно серьезный профессионал. Будет ли Анфиса Чехова? Не будет. Лично я думаю, что не будет, потому что это трудная, кропотливая работа. Пойти в люди и собрать подписи живые, принести в избирательную комиссию и зарегистрироваться. Ну, наверняка уже какие-то тренды предстоящей предвыборной кампании отслеживаются. Будут ли непосредственно уже в голосовании сильные кандидаты, по Вашему мнению? Ну, сильные кандидаты у нас, безусловно, будут, да. То есть я думаю, что Владимир Владимирович будет таким сильным кандидатом. Либо тот человек сейчас до сих пор заявление Путин не сделал, выдвигается он или не выдвигается. Но, тем не менее, думаю, что к концу ноября, к декабрю такое заявление появится. Мы будем понимать, кто будет, собственно, у нас от партии власти. То есть будет Жириновский, я думаю, возможно, будет Зюганов. Хотя на самом деле, ведь знаком чего является выдвижение всех этих молодых перспективных медийных лиц. То есть если будет Собчак, и будет Жириновский, и Зюганов, и Жириновский, и Зюганов, не дай бог, возьмут столько же или меньше. Это, конечно, будет позор. И с моей точки зрения было бы неплохо, если бы и системные политические партии тоже выдвинули каких-то молодых кандидатов в возрастной группе 40+, 50+, ну, по крайней мере, не 70+. Относительно кандидатуры Навального, стоит ли сторонникам ждать его регистрации? Знаете, у меня есть такой товарищ, политолог Евгений Николаевич Миченко, он сказал, приводил аналогию с сгоревшими вкладами, понимаете? То есть с моей точки зрения Навальный, он никакой возможности быть зарегистрированным на этих выборах не имеет. Никакой. Потому что он просто по закону не подпадает по формальные требования. И в этом смысле вот эта вся компания, она делается не для того, чтобы Навальный, то есть со стороны Навального и сторонников Навального, для того, чтобы Навальный в выборах поучаствовал, для того, чтобы делегитимизировать процедуру в целом. Вот и все. Больше ни для чего. То есть он не имеет такой возможности, он не будет зарегистрирован. Что, под него надо закон за две недели поменять? Это невозможно. То есть уже все сроки пройдены, да? То есть никто закон под него не поменяет за две недели. В этом смысле я считаю, что Навальный участвовать в выборах не может, а когда сможет, там, к следующей избирательной кампании в Государственную Думу в 21-м году или там к следующей президентской кампании в 24-м году, пожалуйста. Делаете ли какие-то ставки относительно будущего голосования? Насколько вообще возможно предсказать его итог? Ну, во-первых, никаких ставок. Сейчас ставки принимаются на другое, да? То есть кто будет кандидатами, кто пойдет. Это самое интересное. И, собственно, это сейчас является интригой, да? То есть вот я еще раз говорю. Но я не думаю, что вообще справедливо Росом там стоит или имеет смысл выдвигать своего кандидата, да? Например, там, Миронову кого-то выдвигать или самому выдвигаться. Кто пойдет, соответственно, от двух других системных, больших, представленных в регионах избирательных партий? То есть от ЛДПР и от КПРФ. Это тоже, на самом деле, пока открытый вопрос. Жириновский уже вроде заявил, что пойдет. Ну, а коммунисты говорят о том, что они ведут консультации. Там у них есть Локоть, мэр Новосибирска. У них есть Левченко, губернатор Иркутской области. То есть у них еще есть сильные, более-менее молодые кандидаты, которые смогут, ну, скажем так, более серьезную конкуренцию составить. То же самое можно посмотреть и у жириновцев, да? То есть кто у них мог бы быть. Ну, а вот эта вот когорта, которая там выходит, скажем так, кандидаты от шоу-бизнеса, я думаю, мы их увидим там ни три, ни четыре. То есть я их знаю гораздо больше. Есть третья сила, знаете, у нас есть блок малых партий, Богданов. Вот они там выдвинутся, Богданов, Смирнов, они там праймерис даже проводят. Десять человек собрались и праймерис проводят. К сожалению, у нас время уже заканчивается. Спасибо большое за столь обширный разговор. Сергей Толмачев был у нас в гостях. Мы продолжим после рекламы. Оружие учебное, нападение реальное. Сегодня днем мужчина попытался ограбить один из центральных супермаркетов с учебной гранатой РГ-42 и двумя ножами. По тревожному сигналу полицейским удалось оперативно приехать и задержать преступника. Им оказался 31-летний красноярец, который неоднократно был судим. Оружие грабителя отправлено на экспертизу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Помимо кражи, мужчину могут обвинить и в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Владимир Путин заявил, что биоматериал россиян собирают по всей стране. Это произошло на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Президент России подчеркнул, что эта деятельность ведется целенаправленно и профессионально. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос, вот это для себя. Зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Ну, мы такой вот объект очень большого интереса. Как пишет коммерсант со ссылкой на ученых, вероятно, речь идет о закупке генетических образцов россиян. Тендер летом объявило командование ВВС США. Американские военные планировали закупить образцы рибонуклеиновой кислоты живых тканей россиян европеоидной расы. Только заявку заархивировали 11 августа, информации о том, кто выиграл тендер, на сайте нет. Причем, по словам ученых, анализ, описанного в тендере материала, не может дать никакой ценной информации. Заявление президента уже прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цитата, «Некие эмиссары и неправительственные организации действительно ведут сбор биологического материала представителей различных российских этносов». Конец цитаты. Также, по словам Пескова, эта информация от спецслужб России, такие случаи были зафиксированы. Когда красноярцы смогут посмотреть документальные фильмы в заповеднике Столбы, и когда у горожан появится дополнительный выходной, расскажем в рубрике «Новости коротко». Чартеры на турецкие курорты отменили. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Емельянова. Также известно, что в зимний сезон будут отменены прямые рейсы до Бангкока. Но все же в Таиланд будут летать самолеты компании «Пигас Флай» и «Азур Эйр». Среди приоритетных направлений на новый сезон остаются Вьетнам, Китай и Индия. А вот красноярские депутаты решили сделать 1 июня выходным днем. Согласно предложению, в День защиты детей должны проходить детские фестивали, карнавалы и концерты. Такое решение связано и с тем, что во время карнавала в городе образуются десятибальные пробки, особенно если праздник проходит в будний день. Поэтому часто приходилось даже переносить праздник на 11 июня, на День города. На столбах проведут кинофестиваль. Посмотреть документальные фильмы про экологию и природные парки можно будет с 17 по 19 ноября. Фильмы покажут в сервисном центре «Перевал» Красноярского заповедника. Вход на это мероприятие совершенно свободный. Также организаторы отмечают, что фильмы кинофестиваля «Путешествия по России» покажут и в Доме кино, а также в детском кинотеатре «Мечта». И ваше сообщение о кандидатах в президенты. Мне кажется, весь этот бабий бум не как сговор, чтобы народ с испуга проголосовал за Путина. За державу обидно уж такое главное дело, как выборы. Фарс превращаем стыдно как-то за свою страну. Ну и еще одно сообщение. Вся нечисть вылазить начала. Но я отмечу, что это только начало предвыборной гонки. Еще будет очень много кандидатов. На этом мы прервемся на прогноз погоды. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин